Село Казакле и Чедрунского района – первый населенный пункт из четырех, где официально запустили в эксплуатацию новую систему водопровода, которая позволила обеспечить село водой более чем на 70%, а это около 2000 домовладений. Я думаю, что эти проекты позволяют развивать Гагузию, потому что необходимо нам сохранить людей в наших населенных пунктах. Для этого нужна вода, для этого нужны дороги, для этого нужен газ, электричество. Я уже дальше не говорю о ценах, но вместе с тем мы можем решить наше будущее, для того, чтобы сохранить Гагузию и отдельные его населенные пункты. Где-то миллион 124 тысяч евро именно за водоснабжение села Казаклея. Здесь где-то 70% было сделано, но так по проекту. Главное, что в селе будет налаженная система водоснабжения, централизованного водоснабжения. То есть в селе будут источники, скважины и в селе будут сети. Подключение остальных абонентов – это вопрос времени и средств. Учитывая климатические особенности региона, подрядчикам приходилось бурить скважины глубже, чем было запланировано. Результаты экспертизы в норме, однако глубина скважины в 400 метров не гарантирует чистую питьевую воду. Изначально все стороны участника проекта заявляли, что речь идет о технической воде, которая подходит для питья только после дополнительной очистки. В этом году дождались, наконец-то, дали нам водопровод, провели. Были очень рады, что башню поставили возле нас, что вода будет. А сейчас вода буркутная. Говоря с проектировщиком, с эксплуатационщиками, мы сейчас должны определить методы, какими можно проводить очистку и подавать воду. Но учитывать надо то, что вода техническая. Люди просто не всегда это понимают и привыкли использовать ее в качестве питьевой. Но вот здесь вот как раз и возникают вопросы. Мы объясняем, что эта вода техническая. Над тем, чтобы улучшить ее качество и представлять в таком виде, как техническая, мы сейчас будем работать с эксплуатационщиками. Министр экологии Республики Молдова Георгий Шалару подчеркнул, что современные водопроводные сети пока еще роскошь для Молдовы. И сдача в эксплуатации новой сети в Казаклее – это очень важное событие для населенного пункта. Определенная часть, конечно, вы будете оплачивать через тарифы, но определенную часть из этого кредита будут платить все граждане нашей республики. Но, к сожалению, у нас проблема с водой очень серьезная. Больше 50% наших граждан не имеют эту воду в доме или на дворе. Чадруновский район считается лидером среди других районов Молдовы, который также реализует аналогичные проекты при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития. Кроме того, в рамках этого проекта региональному оператору АПА Термо в Чадерлунге удалось приобрести дорогостоящую современную технику, несколько единиц из которых не имеют аналогов в Молдове. Спасибо, господин министр.